Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается одиночества и невозможности построить отношения. Автор вопроса говорит, что ей 25 лет и никогда она не была в отношениях. И, собственно, судя по тому, что она говорит, не получается познакомиться с мужчинами. И, соответственно, просят совета, как ей быть. Смотрите. Во-первых, я думаю, что советы вам не помогут, да и не дают их психологам. У вашей модели поведения есть совершенно чёткие определённые причины. Эти причины заключаются, скорее всего, в страхе перед отношениями, перед серьёзными отношениями, перед семьёй, перед созданием брака. Вот. Либо запрет на их построение. Внутренний ваш запрет. Эти вещи состоят из определённого отношения к себе и к мужчинам. Например, то, что вы работаете в женском коллективе, скорее всего, не случайно, что вы выбрали такой коллектив, где только женщина. Лично мне показалось, что мужчины для вас в этом смысле больше представляют опасность, да. То есть, ну, как-то вот. Являясь для вас чем-то особенным, чем-то незнакомым, неизведанным и так далее. Поэтому, вообще говоря, первый шаг, который в любом случае вам нужно сделать – это начать общаться с мужчинами. Начать общаться с мужчинами по поводу своих интересов и выстраивать такую коммуникацию, из которой, конечно же, впоследствии может вырасти что-то романтическое. И здесь возникает вопрос, а какие у вас интересы и как вы выстраиваете отношения с мужчинами и с чем связано то, что вы не можете ни с кем, получается, познакомиться. Ваши переживания и неудовлетворенность вполне понятны, но необходимо разобраться с тем, что выступает блоком для выстраивания отношений. Лично мне кажется, что помимо того, что я уже сказал, речь идет о том, что вы, ну, просто вот, не можете общаться с мужчинами, да, вы как-то вот их воспринимаете несколько не так. Естественно, вы можете делать все, что хотите, вы можете делать все, что угодно, но понятно, что ваши проблемы это не решим, не решим. Поэтому, вот, нужно разбираться. Сначала смотреть на то, насколько вам интересна ваша жизнь, есть ли у вас интересы, интересы, да, хобби, увлечения, вот, и смотреть на то, как вы выстраиваете общение с мужчинами. Если есть какие-то обесценивающие тенденции, сдерживающие тенденции у вас, вот, их необходимо прорабатывать, чтобы они не оказывали влияние на ваше поведение, чтобы они не мешали вам. И тогда, я думаю, все у вас будет хорошо. Вот. Как вы понимаете, советы здесь не помогут. Необходима именно психотерапия. Поэтому выбирайте себе психолога и начинайте работать. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи! 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 Продолжение следует...